Привет, это Рум Турист. Друзья, у нас сегодня выпуск в опасности. Мы должны попасть вон в ту квартиру, но ждем пропуска, охрана нас пока не пускает. А почему не пускает? Потому что вы мало подписываетесь. Поэтому прямо сейчас подпишитесь, и тогда мы будем в следующий раз заходить просто на раз-два. Все, а теперь пойдем в гости к Кате Уколовой. Так, друзья, ну и не забываем, что сегодня у нас опять бесплатная раздача необычных обоев. Я где-то в середине или в конце выпуска скажу, где именно она будет происходить. Поэтому не пропускайте, смотрите до конца, и тогда, возможно, у вас будет шанс получить необычные обои совершенно бесплатно. Привет, меня зовут Екатерина Уколова. Я делаю из миллионеров миллиардеров. И я уже на рынке консалтинга 12 лет. Работала с такими компаниями, как ЛСР, Сбербанк, Хэдхантер. Есть кто дома? Привет! Привет, Катя, привет. Спасибо большое. Ой, какой тяжелый. Ты сразу двоих унесешь? Да. Какая-то 34 этаж, как ты сюда забралась? Это не высоко, еще тут 79 этажей. А, то есть это еще не на самом верху. Я же высоты боюсь. Я сейчас буду полчаса только... Ну все, сейчас будешь это бояться. Моя квартира, она очень классная, очень довольна, что здесь живу. На самом деле, это был долгий путь, потому что мы купили на самом старте строительство. Еще когда Невы не было, было построено всего полубашней. Долго ждали, потом долго делали ремонт. И единственный минус, мне кажется, это размер. Хотелось бы вот прям чуть-чуть побольше, чтобы была еще одна комната, где бы ночевал домашний персонал. Тогда бы было просто идеально. Вот. А так это очень классная локация. Фактически это город в городе. Ты можешь вообще практически не выходить из дома. У нас внизу кофемания, у нас пять ресторанов, химчистка, аптека, simple wine. В общем, все-все-все, что только им пожелаешь. Есть даже специальное приложение, которым пользуются жители сети. Если тебе что-то нужно заказать, ты заходишь в приложение, и тебе это все доставляют. Слушай, а то, что вот там погулять рядом, там что-то такое? А здесь же Пресненский парк. Пять минут пешком. Значит, врут, обманывают? Ну, конечно. Нет, про сети говорят, что тут плохо. Те, кто, мне кажется, это хочет здесь жить. Но они просто так себе объясняют. Потому что здесь очень классная локация. Я даже недавно смотрела там Мандарин на Красной площади, и все равно соотношение цена-качество здесь самое классное. Такой инфраструктуры нигде в Москве больше нет. Это гостиная. А это мы уже сейчас в гостиной? Да. Слушай, а вообще вся квартира типа какого размера примерно? 183 метра. Ну? Гостиная в центре. Слева детская зона, справа взрослая. У меня в квартире проживают двое детей. У меня сыну 4 года, дочке 6 лет. Скоро будет день рождения. Буквально в апреле. И, соответственно, здесь проживает еще мой супруг. Вот. Ну и еще у нас есть помощники все-таки по дому. Вот они тоже проживают, потому что без этого никуда. Ну, у меня такое ощущение сейчас, что как будто гостиная уже полквартиры, нет? Так, треть. Треть получается, да? 60 метров. Ага. У тебя здесь бывают компании собираются, такая вот большая гостиная? Нет, нет. Я не собираю компании дома. Это не очень удобно здесь компании собирать. Потому что маленькая площадь для компании. Мало, да? Ну, конечно. Это очень маленькая площадь. Ну, вот сколько здесь максимум бывает людей? Ну, не знаю. 10-12 человек было, когда я провожу обучение. А, ты отсюда? У меня есть такая программа «Прорыв». Ага. Вот. И я их привожу в квартиру, чтобы сделать им финансовую растяжку, чтобы они поняли, как можно жить. Ага. Вот. Я им показываю экскурсию, рассказываю. И еще мы возим их смотреть дома по миллиарду, по 500 миллионов. Ну, это мой знакомый тоже делает риэлтор. Вот. И, ну, вот максимум. 10-12 человек. Ага. Как раз это те, кто учатся у тебя, да? Те, кто учатся, да. Я их в гости зову. А так я не такой человек, который гостеприимный, честно скажу. Все, я понял, понял. Вот тебя позвала. Ты первый вообще, кто пришел в гости за много месяцев. Ухожу, ухожу. На самом деле я просто встречаюсь в кофемане или здесь где-то. Вот даже у нас на четвертом этаже отдельное лобби есть. Там можно спокойно посидеть. И у меня же детки, то есть, по сути, неудобно дома все равно. Ну, конечно. Или ко мне еще клиенты приезжают. Я консультирую разных клиентов уже дома, кто не хочет, чтобы их видели. Если известный человек, они не хотят встречаться в общественных местах. Поэтому я либо здесь консультации провожу, либо же в каворкинге переговорку снимаю, потому что офиса у меня нет. Ты от квартиры что хотела, когда вот купала ее, когда ремонт планировала? Я хотела такую классическую московскую квартиру, знаешь, вот с точки зрения ремонта. И поэтому вот здесь всякая лепнина. Это типа, ну вот эта вот елочка французская. Это типа как серия. Ну, такая классическая московская квартира. И мне хотелось вот этого вайба. Потому что у меня за городом скандинавский такой стиль, он очень простой. И мне тут хотелось уже такое. Ну, и плюс, чтобы это было с таким современным контекстом. Потому что чистая классика мне не очень нравится, когда, знаешь, такие какие-то, не знаю, деревянные стулья там и так далее. Мне нравится такой смесь современного и классического. Слушай, а ты же с дизайнером делала, да? Конечно, да, с дизайнером. А вы как работали, Катя? То есть, например... Она делала дизайн-проект. Вот. И потом она делала авторский надзор. Ну, просто она все подобрала. И потом я находила аналоги уже у своих клиентов. А. Я вредный клиент, с которым не любят работы дизайнеры. Почему? Потому что я все покупаю у своих клиентов, которые мне делают дизайнерскую скидку. И у меня вся квартира сделана из материалов клиентов, которые у меня учились. О, прикольно. И которые мне сделали скидки, которым я увеличила кратно продажи. И в этом ее особенность. Потому что, на самом деле, это супер круто. Это первый мой такой ремонт, когда я полностью просто весь свой нетворкинг использовала. И просто я каждый день хожу, и там типа, не знаю, вот полы, например, у меня ибаниентко. Ты наверняка знаешь, ребята. Ну да, конечно. А ибаниентко у меня учились, и поэтому они мне сделали спецусловия в качестве благодарности. Я с ними поменялась на свой консалтинг на полы. А, ага. Так что, если надумаешь еще раз на консалтинг, ты можешь поменяться обоими самыми. Да, да, да. Имей в виду. Нормальный способ. Слушай, ну а ведь бывает же все равно, когда вот какой-нибудь бартер, то в результате получается... Ну, кто-то жаловался, я слышал, что такое недостатки, что там недостаточно качественные материалы. Нет, нет. У нас такой полубартер, то есть получается, что я оплачивала там, ну то есть я платила деньги, просто не такие, как это стоит. Угу. Например, вот кухня, это сделала компания ProKuchni. А пойдем сходим? Изначально мне дизайнер ее посчитал за миллион восемьсот, вот, а потом я поменялась на два года членства в своем сообществе, и они мне ее продали совсем за другие деньги. Выглядит, да, очень классно. Она удобная? Да, очень супер удобная, супер классная. Вот, поэтому, кажется, максимально классная. Ну а тебе что вот для кухни важно? Мне для кухни важно визуально, потому что я не готовлю, я ничего не делаю, я не мою посуду, не убираюсь дома. Я ничего не делаю, поэтому мне просто, чтобы красиво смотрелся. Вот это красиво смотрится из латуни. А почему ты решила такой большой остров делать такой? Ну, мы сидим здесь, здесь дети сидят часто, мы там, то есть у нас большая семья, четверо человек, поэтому, ну, как бы родители там могут приехать, и как-то мы все вместе можем здесь расположиться. Ну, кто-нибудь хоть пользуется кухней? Ну, конечно, домработница готовит детям еду. Ага. У меня дети аллергики, они там специальную еду всякую готовят. Ага. Поэтому, да, пользуются. У нас здесь есть и винный шкаф, и кофемашина, и вот такая у меня, кстати, вытяжка прикольная. А она даже не понятна, как она работает. Ну, вот так вот сейчас. Она как-то выходит отсюда? Да, она выходит, я просто это немножко не с первого раза, потому что я не пользуюсь. А она выезжает, и это очень классное решение, на самом деле, потому что нет вот этой штуки, которая висит над островом. Ага. Ты не любишь, когда вот сверху, да, вот эту штуку? Мне кажется, все не любят, если это в гостиной. Сейчас вообще такой тренд кухню скрывать. Даже есть кухни, которая закрывается и становится шкафом. Ага. Вот, поэтому кухня, это, честно говоря, конечно, заработала. Ну что, друзья, пора рассказывать про идеи, которые я забираю из квартиры Кати. Идей, на самом деле, достаточно много, но это, может быть, если тоже квартира большая, то и идей набралось достаточно много здесь. Смотрите, вытяжка встроенная, да, не первый раз встречаем, но все-таки вытяжка, которая не висит с потолка, а та, которая именно встроена в плиту, решение интересное, и стоит об этом задуматься. А ты, кстати, вот сама как, где вдохновлялась, где идеи вот искала, как ты представляла, какой будет ремонт? Так, где идеи искала. На самом деле, просто смотрела картинки в интернете, потом дизайнеру высылала то, что нравится. Мне тоже нравится, ага. Мне нравился такой Москва-Сити стиль, чтобы были вот эти латунные вставки, чтобы золото было. Мне как-то вот это понравилось, мне казалось, что Сити это классно, мне хотелось вот смешать, как бы, такой стиль Сити плюс с московской традиционной квартирой. Ага. Меня зовут Корнелия Дёрди, я дизайнер интерьера, практикующий по феншуй. Как вы знаете, это искусство гармонии и баланса. А Екатерина обратилась, что нужно сделать стиль Сити. Я на самом деле посмеялась, и я загуглила. И вы представляете, к моему, не знаю, как сказать, стыду, я сейчас уже знаю, оказывается, есть стиль Сити. Собственно говоря, я взяла оттуда некоторые, ну я бы сказала, характер какой-то вот этого пространства. Дизайн квартиры, сама квартира, она должна быть каким-то отголоском холла. Поэтому отправной точкой к дизайну этого интерьера послужила именно дизайн холла. Я, правда, просто никогда не слышал такой термин, что стиль Сити. Ну это вот когда золото такое, да, то есть, ну кому-то это нравится, кому-то не нравится. Мне нравится, не знаю. Мне казалось, что здесь вот именно такой должен быть ремонт. Здесь странно смотрится минимализм, потому что тут вот эти огромные окна. Если еще минимализм, то вообще получается неуютно. Вот, а я люблю, когда уютно. Катя, а еще не удерживаюсь спросить, как здесь машина оказалась? А это у меня муж во время специальной военной операции нервы успокаивал. Собирал? Собирал, да. А теперь дочка говорит, что хочет ламборгини себе. Ты научишь, как заработать? У меня в песне есть такое, моя дочь уже мечтает о ламбе, знает, что такое миллиарды. Потому что она меня слушает про миллиарды и ламборгини у нее стоит, как такая аффирмация. А я, честно говоря, думал, что это какой-то кухонный какой-то... Нет, это лего. Просто самое обычное лего. Ага. 30 тысяч рублей стоит, я помню. У нас просто в СВО же заблокировали таргетированную рекламу. Да, да, да. И бизнес умер. Бизнес умер. И муж говорит, вот я хотел себе ламборгини, так хоть из лего собираю за 30 тысяч рублей. Так, из этой комнаты. Так, вот аквариум у меня еще такой есть, видишь? Слушай, ну форма необычная какая. Да, это делается под заказ аквариум. Вот, есть такая штука, как фэн-шуй, не знаю, знаешь ты или нет, но в аквариуме должно быть 8 золотых рыбок, одна черная, чтобы деньги были. А если не будет так, то? То денег не будет. То есть учиться у тебя не обязательно, главное рыбок собрать нужное количество. Да, это тоже важно. Не, на самом деле все имеет значение, мне кажется, потому что у меня такой был интересный момент, у меня в таунхаусе мы сделали водопады, когда сделали доходы выросли. Это как-то с водой связано или как? Там либо водопад должен быть в определенном месте, либо аквариум, ну всякие специальные штуки. Мы с дизайнером по фэн-шуй все планировали здесь и расставляли. Слушай, ну он по крайней мере красивый. Ну, как бы он стоять еще должен в определенной зоне, то есть его нельзя везде поставить. Например, если дверь открывается и сразу аквариум, это плохо. А вот здесь это хорошо. Какая-то, смотрю, мебель какая-то уже необычная у тебя. Да, это итальянская все мебель. Вот, я использовала комплектаторов своих клиентов, которым в три раза увеличила продажи. Дизайнер сделала мне смету, я отправила своим комплектатором, получилось 35% дешевле. А ты вот как выбираешь обычно, там, как-то пробуешь? У меня дизайнер все делает. То есть ты сама не испытывала до этого? Я сама ничего не испытывала, просто я беру по дизайну, подбираю максимально похожие, потому что если самой делать, то это очень много времени занимает. Ну да, да. У меня и так, в принципе, много времени ушло, потому что я каждую деталь здесь три раза проверяла по цене и так далее. Поскольку я работаю в этом рынке, в том числе консультирую, как продавать через дизайнеров, поэтому на самом деле очень много на эту тему знаю тоже информации. Диван тоже классный, это Танин, по-моему, фабрика. А это тоже, он на заказ как-то делался или как? Это итальянский диван. Ага, просто в готовом виде ты выбралась? Нет, он собирается под твой проект, итальянский диван. Вот, и стол из Италии тоже, стулья из Италии, столовая, вот эта вся группа, она из Италии. Вот эти стулья барные, и это всё Италия, этот столик, всё. И комод тоже итальянский. Вот это немецкие аксессуары. А что это такое? Это подсвечники. Ну, они просто как для красоты. То есть свечи должны стоять, я просто не использую свечи. А жаба вот эта тоже денежная? Жаба это, да, по фэншуй, к деньгам. Это мужа. А, ну, значит, работает? Это мужа жабы, и вон тот ещё, в отеле, кто там. А, вот это, я помню, ему живот надо, по-моему, тереть. Да, 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 видишь, у нас никто не трёт ему живот. Уже рыбки так помогают, что живот и надо. Да, 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 что деньги девать некуда, да, уже. Да. Квартира стоила миллион долларов, когда я её покупала. Ну, в принципе, достаточно адекватная была цена. Сейчас, конечно, это сильно дороже. Вот. Мы её покупали в ипотеку, всё, естественно, уже выплатили. И, соответственно, ремонт обошёлся в 35 миллионов. Но это только за счёт того, что у меня была куча скидок от всех моих клиентов. Я думаю, если бы вот вы сами делали похожий ремонт, ушло бы где-то миллионов, ну, 60-70. Ну, вот люстра есть у меня, серип. Красивая. Это оригинал. Серип? Да. Ну, вот люстра. Красивая. Да, капельки такие. А ты её видела где-нибудь до того, как она к тебе была? Нет. На дизайн-проекте только видела. Да? Нет, ну, её часто используют. Достаточно такая известная тоже люстра. Ну, и светильники вот эти все – это «Центросвет». Российский бренд. Ну, они очень классно сделали. Очень красивые такие. Латунного цвета. У них лампочек нет. Они как-то подсоединяются к электричеству и горят. То есть даже лампочки не перегорают, получается. Вообще всё очень красиво сочетается. Латунные вставки на полу и всё как бы. И плинтуса у нас латунные ещё. Ну, это, кстати, тоже не часто делают. Да? Но красиво ведь. Ну, да, да. Сочетается всё друг с другом. Поэтому это классно. А столик у тебя как используется? Ой! Здесь вообще, конечно, неожиданная вот эта штука. А это просто как парадный вход. Типа, заходишь и сразу офигенная красивая люстра висит. Вот здесь отдельно делалось вот это мрамор. Отдельно вот это латуни. Отдельно вот эти стеклянные шары. Вот эти стеклянные шары делали те же, кто делают аквариум. Угу. Вот. И ещё красиво это вот эти двери и шкаф. Это клён Сикаморо, шпон. Соответственно, его из Италии привозят. Видишь, он такой волнистый как бы получается. Это всё тоже делалось на заказ. Так, друзья мои, я вообще рад, как никогда не был рад. Потому что у нас в студии вышла новая коллекция необычных обоев. Она мне очень нравится. Я хочу вам прям не терпится быстрее о ней рассказать. Но я сегодня предоставлю слово своей коллеге, арт-директору нашей студии, Кате. Катя, давай, расскажи нам всё, как вышла эта новая коллекция, насколько она красивая. Всё расскажи нашим зрителям. Каждый сезон фэшн-индустрия закладывает новые тренды на образы. И каждая девушка мечтает стать безупречной и ищет свой неповторимый образ. В мире дизайна интерьера тоже свои тренды, которые тоже пересекаются с модой. Ведь это всё про одно, всё про красоту. Что если одевать стены по последнему слову в мире фэшн-индустрии? В качестве вдохновения нашу команду художников привлёк цветочный палантин, который изящно накидывает на лёгкое весеннее пальто. Ткани, которые с сезона в сезон сохраняют свою актуальность и не оставляют никого равнодушными. Тем более, с помощью текстиля в интерьере эти тенденции уже давно вошли в современный дизайн интерьера и декора пространства. И мы решили поддержать эту тему и круто её интерпретировать на своём языке, на языке Wall Street, необычных дизайнерских обоев. Новая коллекция Dress – это очень красивая одежда для ваших стен. Нарядить будет круто обеденную зону, сделав акцент. Яркие и насыщенные, а также пастельные нежные решения в новой коллекции понравятся и подойдут в интерьеры с любым характером. Стили, в которых можно использовать коллекцию, разнообразны. И это как раз за счёт своей в меру загруженности сюжета. Более яркие принты подойдут для гостиной, ванной, гардеробной, кухни. Спокойные пастельные для спарен и детских. Вариантов, как видите, очень много. Эта коллекция преобразит интерьер и станет лучшим среди ваших подруг. Это точно гарантировано. И такого платья больше не будет ни у кого. Ваш интерьер больше никогда не станет прежним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мне нравится играть в гольф, мне нравится петь. Сейчас я стала заниматься тоже. Да, я очень удивился, что ты запела. Помнишь, что ты давно рассказывала, что хотела бы заниматься вокалом? А чтоб ты реализовала уже это всё? Да, это было прикольно. Мне даже некоторых так растрогали мои песни, что они мне присылали плача тексты моих песен и говорили, что их так растрогало. У меня есть такая фраза, что маленькая Катя мечтала стать звездой. Ты не бойся, взрослая Катя с тобой. Это как такая серия аффирмаций, что всё получится. И прям многих тронул этот момент. Вот здесь детская у нас зона. Это же большая такая. Да, да. Тут получается игровая комната у них. Я сделала в таком европейском стиле, когда маленькие спальни у детей, и вообще такая большая игровая зона. Вот здесь как раз мамка мебель. Ага. Вот эти домики. Вот это всё сделала мамка. Они здесь вообще всё под ключ. Ну, не светильники, естественно, но как бы вот диваны – это тоже итальянские. И, соответственно, что тут? Вот спальня девочки такая. Ага. Слушай, эти облачка такие красивые. Да, да. Это люстры европейского бренда. Они светятся цветным всяким светом. Спальня принцессы. Тут мы клеёночку ещё подстелили, потому что дети рисуют, чтобы не портится. Ага. Слушай, да, тоже интересное решение. Ещё непривычно, что вот полки так прям скошены. Да, да. Ну, это дизайнер всё придумала. И они по её дизайн-проекту сделали тумбочку, кроватку. Ещё такой вот палантин висит обычно. Ага. Сейчас у нас химчистки. А это что такое, Катя? Это 3D-принтер. Она печатает на ней. Она увлекается, да? Прикольно. Ей нравится, да. Ей нравится. Она нас на Новый год 3D-принтер попросила. Тоже так неожиданно для девочки, да? Да. Она у нас вообще платья не носит. Ей это не нравится всё девчачье. Куклы не покупает. Да. И 3D-принтер печатает. Ну, такая, в общем, дерзкая. Ага. Дерзкая, дерзкая. А сколько София сейчас? 6? Вот сейчас 7 будет. Получается 6 апреля 7. Ага. Да, неожиданное, конечно, увлечение. Я думал, что мальчишки только увлекаются. Ну, да. Шторы ещё тоже такие какие-то европейские, которые против вот этого горения, знаешь. А, которые не разгораются. Да, да, да. Шторы прям. Ну, такие очень красивые, уютные. В сети многие, кстати, шторы не используют. Ну, нравится. А, шторы используют? Ну, им нравятся вот виды, чтобы видно было. У меня и в гостиной везде шторы. Мне кажется, шторы, они уют создают, потому что без них очень сложно. Нет, а как вообще? Многие же люди цепают, ну, в полной тянуть. Они в гостиной не используют, например. Ага. У нас в гостиной летом, когда ночью выходишь, такое ощущение, что ты днём ходишь. Потому что настолько Москва вся горит этими огнями, что там вообще нереально. Ага. Шторы в детской комнате, которые как бы не горючие. Мне кажется, я раньше не слышал такого, но я бы так хотел внимательнее изучить этот вопрос. Потому что вот в детстве у меня сестра поджигала шторы. И были там пожары, и вообще я чудом выжил. Поэтому меня это очень беспокоит. А ещё классное решение у нас в игровой – это то, что двери закрываются полностью, темнота, и такой эффект домашнего кинотеатра. Мы сделали кинотеатр там такой. А, у вас в игровой? Проектор повесили. И вот это вот, видишь? А пойдём тогда тогда? Вот здесь у нас кинотеатр вот у них вот такой, да, колонка. Вот здесь они смотрят мультики. Можно сделать полную темноту, потому что в этой комнате нет ни одного окна. Ну, кстати, да, тоже интересное решение, да? Ведь обычно все мучаются, как закрыть окна. Да, да. И вот здесь у нас как бы постирочная. Здесь у меня домработница, ну, как бы такая маленькая. А это она общая или детская только? Для всей квартиры, да? Это общая, да. Ну, это пользуемся химчисткой, у нас мало что стирать. Здесь у детей отдельная ванна. Вот. Я им сделала отдельные раковины, чтобы они не ругались, когда чистят зубы, кто первый, кто второй. И, соответственно, вот просто ванна – это единственная ванна в нашем доме. Себе мы не делали, у нас душ. Ну, как бы мне не надо, собственно. Да? Я думала, что буду как-то пользоваться на ней. Вот эти обезьянки – это оригиналы тоже. Ну, и очень красивое решение по зеркалам. Зеркала очень классные, да. То есть очень круто это все смотрится. Катя, а вот полезно в итоге оказывается, что две раковины? Да. Они одновременно приходят, да? Да, да. Это очень супер-мега полезно, потому что они не ругаются. Ну, это как когда муж и жена, когда одно раковина постоит. О, да, тоже. Конфликтная ситуация возникает. Да, а кто-то, наоборот, говорит, что типа, да нет, это вообще смысла нет, мы там в разное время там и все. Не, у нас это прям не полезно, конечно. А в идеале еще сделать в каждого свой санузел, когда вообще санузел. Просто здесь площадь не позволяет так сделать. Ага. Ну ладно, посмотрим. Так, мы тогда... Кстати. А, обои-то? Вот, люди боятся вообще обои. Кстати, твои обои. А вот там еще твои обои были, кстати. Эти люди почему-то боятся в ванной использовать обои, вообще непонятно. Слушайте, друзья, я раньше не был у Кати в гостях. Я знал, что она заказывала необычные обои у нас, когда делала ремонт, но я не видел их вживую. И вот сейчас посмотрел, я просто в восторге. На самом деле, как классно, гармонично это сделано. Поэтому Катя молодец, Корнелия молодец, что помогала выбирать. Друзья, если вы хотите так же классно себе сделать обои в ванной, в детской, пожалуйста, переходите по ссылке и выбирайте обои для себе. А если хотите посмотреть в детской еще варианты, то тоже переходите по ссылке, там будет как раз самые интересные детские обои. Как вы знаете, я не люблю раздавать всякие скидки и промокоды. Но, друзья, мне команда уже попросила прямо это сделать. Поэтому по промокоду RUMTURIST Катя Уколова будет скидка для вас 10%. Как я не хочу раздавать. А здесь у меня детская. Ага. Вот тут у нас Ярослав, нет? Ярослав, привет. Вот тут встаньте где-нибудь. Привет, Ярослав, привет. Здрасте. Вот тоже твои обои. Ага. Видишь? А это в таком тропическом стиле, типа в стиле сафари. Вот здесь у него типа а-ля охотничья такая штука. А вы как делали дизайн? То есть чем это как раз? И увлекается Ярослав или как? Нет, просто. Ну он маленький, он пока ничем особо не увлекается. Какой жираф классный. Жирафа вот ему, да, такого купили. Слушай, как классно еще, когда рабочий стол прям такой в окно. Вот я понимаю, что с детства привыкать к таким масштабам. Да, у меня дочка, когда зашла в комнату, она говорит, мама, здесь весь мир виден. Да, да, да. Весь мир у моих ног. Слушай, а кто-то вот, я не помню, говорил, Левитас, по-моему, говорил мне, что, говорит, я специально, то есть наверху здесь купил квартиру, чтобы я вот просыпался и видел, что вот как бы масштаб мысли вот возникал. Да. Да. Есть такое? Ну не знаю, мне нравятся виды, я обожаю, и по видовым характеристикам, мне кажется, это просто прям самое классное такое место в Москве, потому что все другое по видам, ну не сравнится с Москва-сити. Это, кстати, тоже по фэн-шуй, видишь, что антилопа, у нее тут деньги с подкопыта. А, золотая антилопа как раз, которая деньги. Да, 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 это напротив типа кабинет, там кабинет. Еще интересные вещи, которых я бы точно, наверное, раньше не задумался, но вот сейчас впервые, наверное, после того, как уйду отсюда из гостей от Кати, наверное, я задумаюсь о том, что… Обратили внимание, что Катя часто говорит, в аквариуме там восемь рыбок золотых и одна черная. Это там к денежному успеху, да, или там картины с золотой антилопой. Я, честно говоря, немножко скептически отношусь к таким вещам, но все чаще вот от знакомых, достаточно успешных людей встречаю, что это реально работает. И тут, получается, ты хоть как скептически относись, да, но в результате, если у кого-то это работает, можно об этом подумать. Так что, друзья… Вот такая вот дверь крутая. А, класс, да. Вот эта экономия места очень круто. Я, честно говоря, сомневался вообще, она удобная или нет. Очень удобная, кстати. И вот такой вот санузел. Здесь, получается, просто душ. Слушай, какое зеркало огромное тоже. Да, зеркало огромное. Как его сегодня занесли вообще? Тут вообще было, знаешь, с этим мрамором, а совсем столько проблем, но как во всех ремонтах. А ты как-то участвовал в этом? Тебе досталось в этом? Я каждую неделю ездила и все делала. Серьезно, да? Да, да, да. Я все контролировала. У меня вот, допустим, по вентиляции был косяк, и потом мои клиенты помогали все переделывать. У меня есть клиенты по вентиляции, которым я помогла увеличить продажи с миллиона в месяц до 30 в месяц. И они, короче, проводили инспекцию, как сделано кондиционирование, все оказалось хреново. Этих заставили все переделывать, не принимали работу, не платили, потом пять раз все перепроверяли, потому что здесь вентиляция и кондиционирование – это самое главное. Конечно. Потому что огромные окна, если ты сделаешь не так, то потом будет прям сильно не очень. Вот. Ну и мрамор тоже вот со скидкой у своих клиентов. У меня есть клиент, который мрамор на 300 миллионов в год продает, и он мне помог мрамор носить дешевле. Ага. Потому что мрамор – это очень дорого. Но, кстати, я пожалела, что мрамор делала. Почему? Потому что на нем остаются все пятна, косметику нельзя положить. Я первый раз положила какую-то ватку от крема, у меня все впиталось. А, впиталось, наверное. Пятно наступило. Но это же ничего, мне никто не говорил. Вот. Но я в следующий раз, я не буду мрамор наделать, потому что… А какой сейчас вот ты думаешь, что лучше камень исполнит? Ну вот этот архскин или что, вот это вот, который как мрамор, но не мрамор. Ага. Вот то, что у меня в гостиной висит, вообще супер. И визуально красивее смотрится. Угу. И пользоваться намного удобнее. Кать, а вот это, ну… Это этот… Камень, как он? Я просто не помню назвать. Угу. Наверное. Ну, похож, да. Похож. Он же с подсветкой, да? Писуральный камень, да. Там подсветка внутри. Тоже, типа, я спрашивала, а вот что будет, если перегорит? Ну, если перегорит, то все. Ничего не будет просто работать. Либо надо будет все демонтировать. Кстати, да. Короче, эта тема не решается никак. Кстати, тоже всегда… Мы решили сделать просто на свой страх и риск. Вот так вот. Надо, кстати, узнать, да. Кто-нибудь знает, да? Напишите. А что делать, когда вот подсветка у камня, да? Да ничего. Снимать камень, все демонтировать. Ага. И все. Ребят, после того, как мы сняли видеообзор моей квартиры, родилась гениальная идея – подарить вам три книги, стоимость 6 тысяч рублей по паролю Wall Street. Пишите прямо мне в Instagram, подписывайтесь на него. И каждому из вас я дам их бонусы. Что они позволяют сделать? На самом деле, все очень просто. С помощью них вы сможете заработать на такую квартиру, как у меня, потому что именно они помогли мне и те инструменты, которые в них есть. Обязательно подпишитесь на меня, напишите пароль Wall Street. Так, ну что, тут у нас мечта всех девушек. Это гардеробная комната. Ох. Вот. Ой, какая она огромная у тебя здесь. Да, да. Понятно, почему места не хотела для ванны? Место ванной лучше гардероб, на самом деле. Слушай, ну здесь, да. Здесь вот эта вся моя часть, а эта часть мужа. Скромная часть Артемы, да. У него маленькая часть. Да, да. Куда ему большая часть? А здесь, получается, всякие-то лежат штуки, ремни там, то все. Они же все вот так вот, да, вдвигаются? Да, да. Здесь прям... Это Нобели шкафы. Не знаю, знаешь ты их или нет. Но это тоже мои клиенты. Вот. Я им, соответственно, тоже помогала. Они мне тоже сделали большую очень скидку на это все. Это все безумно дорого вот эти латунные штуки стоят. Но за счет того, что вот я очень помогла тоже, получила прекрасную возможность. Получается, здесь 16 метров гардероб. Угу. Вот. А тебе как вот изначально ты хотела... Изначально хотела такой открытый? Я его планировала со стилистом гардероб. А это как стилист? Стилист, ну, который одеждой занимается. И она продумывала, сколько полок нужно для обуви, сколько для сумок, сколько для одежды, сколько высоких, сколько маленьких. И получилось достаточно комфортно. То есть, получается, что вы сначала разбирали гардероб весь, да? Да, да. Я очень давно со стилистами работала, поэтому она просто знала. Угу. На самом деле гардероб мега удобная вещь, особенно открытый, потому что ты выбираешь, в чем тебе пойти. Угу. И тебе надо видеть все вещи. Они должны быть очень удобно развешенные по цветам и по всему. А ведь иногда люди делают такой закрытый гардероб, ну, типа, чтобы не пылилось, там, что-то такое. Ну, это обычно делают на какие-то супер дорогие вещи, которые редко носят, вечерние платья, что-то такое. А так все открыто делают. Неудобно закрытым. Угу. Слушай, да, интересный тоже способ, когда стилист, действительно, для именно проектирования, ремонта, да, используется. Ну, и как фильм «Секс в большом городе», видела, то, что такая гардеробная комната, вот, в принципе, тут как бы аналогично. Кстати, твои фотообои вот здесь тоже. А, еще точно. Знаешь, я максимально во всех комнатах использую твои фотообои. Вот они, пожалуйста, классные, красивые. Не, кстати, здесь классно, да, они подходят. Угу. А здесь куча всяких вот ящиков, тоже учла ошибки, до этого делала ремонт, у меня ящиков не было, был просто столик. Вот это, на самом деле, и здесь, и везде. Ну, то есть можно, максимально удобно. И здесь еще так открывается и зеркало. Ну, я, правда, не пользуюсь. А, вот это если открыть, да, сегодня? Да, да, да. А у тебя зрители, наверняка, кто-нибудь скажет, то есть скажет, а чего там, Навально, все, что брать надо? А мне вот так удобно, знаете. Пришла, все сделала, и все. Ну, то есть мне так максимально удобно. Вот я тоже где-то у Темы Лебедева, что ли, разговаривал в квартире. Он тоже... Просто это убрано уже в гардероб, это же не в спальне. Вот, допустим, часто делают вот эту штуку в спальне. Это мега неудобно, потому что вот это все, оно все равно, потому что тебе удобно сразу брать, пользоваться. Да, да, да. Вот он так же объяснил. Если этим пользуешься, то уж лучше... Да, да, да. Я же обещал сегодня опять сделать раздачу необычных обоев совершенно бесплатно, да? И обещал сказать, где. Так вот, друзья, раскрываю секрет. Сегодня будет раздача в моем Телеграм-канале, в Виктор Виден, так что переходите по ссылке, участвуйте, и, может быть, необычные обои бесплатно достанутся вам сегодня. Есть спальня. Ага. Вот. Спальня, она, ну, такая маленькая, да, мы не любим большие тоже спальни. Ну, и, в принципе, здесь в Сити это сложно сделать. То есть, ты выбираешь либо большая спальня, либо большой гардероб. Ну, и понятно, что лучше. Гардероба выбираем. Мы перепланировали немножечко. Тут было, как бы, типа гардероб, потом заходишь в ванну, мы немножко в ванну перенесли. Вот там гардероб должен, мы, короче, все немножко переделываем. А там с самого начала как происходит? То есть тебе отдают квартиру просто вот это без... Здесь было white box. White box и планировки. Мы старались сохранить планировку, как была, чтобы не сносить стены, ничего не переделывать. В принципе, мы минимально переделывали. А мы объединили две квартиры друг с другом. А, это две было, да? Две квартиры, да. 60 метров и 120. Такого варианта ни у кого здесь нет. Здесь максимально продуманная и комфортная для семьи. Потому что в центре гостиная. Направо ты уходишь, ты тут закрываешься, тебя никто не трогает из детей. 120 бы не хватило точно? Нет, 120 точно. Ты даже не расходишь. 120 это будет две спальни и гостиная. Это вообще нереально. У меня просто разнополые дети, нельзя же в однокомнице. Поэтому это нереально. И тут не сказать, что что-то есть лишнее. Тут максимально компактно все уместилось. И мне кажется, лучше даже не придумаешь. Ну да, кстати, да. Вот так кажется, что там 180 метров, что много. А по большому счету, да, лишнего-то ничего нет. Камень какой красивый тоже. А это не камень. А что это такое? А это вот как раз архскин вот этот вот. Это плитка. А, серьезно? И смотри, как она классно смотрится. Лучше, чем натуральный камень. Вот. Да. Красивый, да. А, думал, что только в спальне все спать. Некоторые люди так вот, что нет, только спины все нет. У вас все-таки телевизор оказался. А, да. У меня муж футбол смотрит. Да? Прямо так вот. Футбол там, передачи. Ага. У меня муж на 9 лет меня старше, поэтому он телевизор смотрит часто. в кабинете у нас, вот это по фэн-шуи, чтобы не ругаться, потому что мы с мужем вместе ведем бизнес. Ага. Вот такая типа картина. Ну это общий кабинет, да? Да, да, да. Тоже по фэн-шуи. Если общий бизнес, то должен быть общий кабинет. Это вот мы делали под немецкие такие столы, такие с латунными вставками, очень прикольные. Вот. Вот это тоже шкаф, он получается из латунь, это все латунь. Это очень тоже крутая работа, это очень сложно сделать, на самом деле такой шкаф красивый. Я с ним веду вебинары, мастер-классы, консультирую. То есть как раз ты на фоне него оказываешься. Да, да, да. Ну и плюс тут такой очень крутой максимальный вид. И вот здесь тоже, когда я сижу, я смотрю прям, ну. Ну да, здесь тоже получается как раз угловая комната. Очень круто и красиво здесь, на самом деле. Вот. Поэтому, в принципе, вот такой вот еще кабинет. Максимально тоже комфортный. Можно спокойно здесь работать из дома. И что я и делаю, я из дома работаю. Поэтому у меня офиса нет. Потому что зачем офис, если у тебя вот тебе, пожалуйста, маленький такой офис. Ну, только я так представляю, что, может быть, хочется там куда-то сходить, чтобы там выбраться из дома. Нет. Нет, не хочется никуда ходить, чтобы выбраться из дома. Хотя вот эта штука взял. Это декоративная штукатурка тоже. Ага. Как картина наносится, видишь, с золотыми такими вставками. Очень красиво. Ага, даже красивая штука, да. Да, да. Корнелия Диори. Диори, да. Да, да, да. Не, мы знакомы, да. Да, да, да. Вот ее надо разместить, чтобы ей было приятно. Ага, хорошо. Очень крутой дизайнер. Рекомендую. Очень классно все делает. У нее прям очень крутые работы. У меня все всякие там приходят часто там блогеры, звезды. И они мне все говорят, блин, офигенный дизайн. Просто офигенный дизайн. Поэтому она прям очень круто делает дизайн. Поэтому рекомендуем. Ссылочка под видео. Кто хочет, обращайтесь. Так, други мои. Ну и как обычно, у нас в каждом выпуске я рассказываю новости про Таун. Что там происходило. Что случилось на этот раз. Во-первых, приехали Рауль и Полина. Наконец, им прям не терпелось. Они хотели посмотреть. Вот приезжали, смотрели на объекте, выбирали новые предметы интерьера, которые подойдут. Но они продолжают делать архнадзор. Поэтому я надеюсь, что ремонт будет завершен. Теперь хотя бы летом. Ну и самое главное, качественно. Потому что, ну, я думаю, что Рауль не допустит того, чтобы было сделано что-то не так хорошо. Друзья, у меня начинают закрывать уже потолки. И помните, я спрашивал в каком-то выпуске, в предыдущем, по-моему, про теневой профиль. Кто делает и вообще стоит делать или нет. Мне посоветовали компания из Питера, Crab Systems. Вот, ребята уже его установят, теневой профиль. Потом закроют потолки. Я поделюсь с вами, что получится. Не знаю, надеюсь, что будет все хорошо. Спасибо, кстати, за подсказку. Те, кто мне подсказывает, что сделать, кто хорошо делает, это прям я вам очень благодарен. Так, друзья, ну это не значит, что прям все там хорошо. Опять новая проблема. Помните, в начале была проблема с водой, что была забита труба, которая... Вот это снабжение, что там цемент прям был в начале. Сейчас новая проблема. И причем она уже на стадии, когда черновой ремонт уже заканчивается. То есть теперь канализация вся забита полностью. То есть вот, по большому счету, если мы сейчас доделали ремонт, то потом в какой-то момент все, что исходит из человека, оказалось бы прямо на первом этаже все бы разлилось. Слава Богу, что ребята совершенно случайно это обнаружили, что она забита. Ну то есть вообще как ужасно, на самом деле. Я очень злой на застройщика, что это вообще произошло. Вот. Но в то же время рад, что это обнаружили хотя бы сейчас, а уже не после того, как ремонт завершен. Вот. Сейчас пытаемся это устранить, но вообще это просто какой-то ужас, кошмар. Я не знаю, там придется опять раскапывать весь этот подпол, придется вскрывать полы. И это вот просто, когда кажется, что уже можно закончить, а всплывают еще какие-то новые проблемы. Кто хочет прям в прямом эфире смотреть, наблюдать за ремонтом, отслеживать все, что там происходит, переходите по ссылке в описании и на Boosty прям прямой эфир. Потому что у нас настройки установлены камеры на каждом этаже, и вы прям можете зайти на нашу страницу на Boosty и прям смотреть в прямом эфире, что там происходит. И давать мне советы или наоборот смотреть, как мы делаем. Если вы тоже планируете ремонт, посмотрите, как сделать более грамотно. И здесь у меня еще есть гостевой санузел. Вот он такой. А, он совсем небольшой, да? Ну, это так руки помыть. Вообще минимально. Слушай, он красивый тоже. Обычно гостевые санузлы делают так, как бы, по остаточному принципу. Да? Да. Не знаю, мы тут старались. Вот эта плитка какая-то итальянская, это что-то там патина с чем-то смешанная. Это очень круто. Чуть-то не 200 тысяч рублей вот это стоило. Вот только здесь. Ага. Это натуральный мрамор, да. Светильник красивый тоже. И свет тоже на потолке. Да, да, да. Так что, вот тут сорвнусь. А что ж, а это... Золотая, видишь, какая раковина. Да? Классно, да? Нет, раковина крутая, да. Круто. А это вот, кстати, не натуральный камень, видишь? А смотрится даже лучше. А вот натуральный. Посмотри, вот тебе какой больше нравится. Ну, кстати, да. Не, ну, в принципе, если так присмотреться очень внимательно, то становится заметно, что это, да, мрамор, что, а, это керамогранит, да. Но выглядит тоже классно, да. Да, конечно. А разница в цене? Раз в 10? Не знаю. Да? Не, самое главное, как смотрится. Ага. Цена, это уже повторично. Ага. Если посмотрелось так же классно, то, может быть, и не надо было. Так. Катя, ну и главный вопрос, как заработать миллиард на такую квартиру, скажи. Ну, она не стоит миллиард. Да нет. Чего, наверное? Я ее покупала за миллион долларов. Просто я ее покупала до момента ввода из кров-счетов. Поэтому... Было еще недавно. И плюс я покупала в ипотеку. Ага. А сейчас они же подорожали сильно или нет? Да, подорожали. Ну, вот сейчас вот сколько примерно? Ну, миллион квадратный метр стоит просто в white box. Угу. Плюс еще ремонт. Угу. А как заработать? Угу. Заработать нужно... Ну, миллион долларов, я думаю, вообще, в принципе, может любой человек заработать. Слушай, ну, ведь обычно, как говорят, вот сейчас даже люди посмотрят и скажут, ну, конечно, наворовали, украли, там, все такое. По-другому не говорю. На самом деле, заработать очень просто. Чем больше ты приносишь пользы миру, тем больше твой доход. Нужно очень классно делать свою работу, клиентам помогать, чтобы они тоже много зарабатывали. Мои клиенты заработали гораздо больше, чем я. Угу. Свою мечту. Поэтому топ-менеджером максимум ты будешь зарабатывать полтора миллиона рублей в месяц. Это если ты уже вообще, я не знаю, в каком-нибудь госпитале. Больше не заработают? Нет, очень редко. Ну, бывает, больше зарабатывают. Один раз я даже видела, когда в банке работала, справку 2 НДФЛ у сотрудника Алроса, где 8 миллионов в месяц он зарабатывал официально. Скромно. Но, как бы, это вообще единицы. А в своем бизнесе, мне кажется, ну миллион долларов может много кто сделать. И поэтому нужно просто придумать свое. Вот как ты сделал свой продукт. Да, у тебя классный продукт. Соответственно, ты молодец. Соответственно, естественно, ты зарабатываешь больше, чем. Слушай, ну это же не все могут бизнесы делать. То есть... Почему? Нужно просто... Все могут сделать бизнес, просто его надо делать. Основная проблема в том, что люди просто делать не хотят. Слушай, ну... И у них лень, страхи и так далее, да, которые надо прорабатывать. А как же мнение, что это вот врожденное? Вот как есть? У кого есть? У кого есть? Ну, мне кажется, это не так. Мне кажется, любой человек может сделать бизнес. Нужно просто работать с мышлением и с технологией. Есть технология, как сделать там миллион долларов, есть мышление, да, как выйти на мышление. Потому что у бедных людей, у них, как бы, есть страх денег, да. У них есть страх даже просто остаться без денег, и из-за этого они не могут бросить работу и заняться своим делом. Я, например, занялась бизнесом со стартовым капиталом 50 тысяч рублей. У меня было 50 тысяч рублей, это есть у всех, правильно? Ты, наверное, тоже не с большим капиталом. 50 тысяч рублей тоже есть, да. У тебя какой был капитал? Нет, я приехал как раз в Москву именно с 50 тысячами, потому что мне нужна была для начала бизнеса только квартира. Я ее на месяц снял, я подумал, за месяц получится? Получится? Нет, нет. А получилось так, что да, в 10 раз, да. Вот, а у меня, как бы, была какая ситуация. Я ушла из-за наемной работы, я работала коммерческим директором в компании по сертификации. Я там купила аудит. Я помню, что аудит это я хотела. Я ее купила, я ее почти выплатила, осталось выплатить 500 тысяч. Мне надо было искать работу по найму. Я смотрю, везде 150 тысяч рублей. И, соответственно, оказалось, что просто мне надо что-то свое делать. Я в первый месяц сделала 500 тысяч выручки и отдала за машину. Но я вела социальные сети, у меня был блог в живом журнале, 700 подписчиков. И первых клиентов я получила из живого журнала. То есть я собирала встречи предпринимателей, рассказывала им про отделы продаж, и они сказали, может нам помочь? И я брала там 150 тысяч в месяц за то, что я на 4 часа в неделю приезжала к собственнику и помогала с отделом продаж. Все. Нашла 4 клиента, заработала и, в принципе, отдала за машину. Можно сказать, машина меня сподвигала. Если не машина, то я, может, пошла бы по найму там куда-нибудь снова работать. Тоже аудитория захотеть. Ну хоть работать нормально, не вот эти ютубы ваши эти снимать. И, кстати, да, Катя сказала, что скоро будет делать, ну что не прямо скоро, но будет обязательно делать ремонт в своем доме, который дальше будет. И, друзья, чтобы увидеть, как это будет происходить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и не забудьте в комментариях обсудить все идеи. Ну, хотите, не подписывайтесь, ну просто увидите, да и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!